Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода комментариев Шухонаруха и уроку сейчас. Мы дошли до главы Тавишнун Зайн. Короткая глава. Тогда отец должен ему купить лулов, чтобы его научить заповедям. Казалось бы, это очень простая вещь. На самом деле здесь несколько интересных вещей в отношении к этому одному предложению, которое можно спросить. Я не буду очень вдаваться, но первый вопрос он вроде хочет сказать, что нужно именно купить ребенка. У лулов, что недостаточно, похоже, ему дать использовать свой лулов. Непонятно почему. Неужели даже для детей нужно покупать отдельный лулов? На самом деле, в месте, где жил Бет-Йосев, купить лулов было не проблема. Это все стало очень дешево наверняка в Цфате. Но, скажем, в Европе даже взрослые большинство не покупали себе лулов. И поэтому детям, без сомнения, никто не покупал лулов. Даже были обычаи во многих местах, что бог ремни покупали себе отдельный лулов. Использовали чей-то. Получали админат для Афзир в первые два дня. В остальные дни просто занимали. Но что покупать лулов начинали только уже балыбатим, у которых все равно траты на семью большие. Они уже себе отдельный лулов покупали. А во некоторых местах в Европе вообще был только один лулов на целую общину. И они друг другу дарили, как бы его в первые два дня. В всяком случае, покупать отдельный лулов такого не было в те времена. Вторая вещь интересная, которая выглядит из этого закона, что... Кстати, одну вещь, которую нужно здесь упомянуть, что если ребенку в первые дни подарили этот лулов, да, админат для Афзир, то он потом после этого не может вернуть назад, по многим мнениям. Поэтому это на самом деле проблема. И может быть из-за этого он написал покупать именно лулов. Потому что с ребенком вроде сложнее, чем с взрослым. Что взрослые друг другу могут дарить в первые два дня. А ребенку, если, например, подарили уже лулов, да, чтобы он мог поднять его и выполнить заповедь, как положено, да, хинуха в данном случае заповедь обучения, то потом он уже не сможет подойти назад. Можно ему, конечно, последним дать, поскольку уже все взрослые подняли. Но тогда встает вопрос насчет второго дня. Должны ли мы быть так же строги во второй день, что тоже иметь свой. Как считается ли Афхила, во всяком случае, нужно следовать этому мнению. И тогда во второй день тоже нужно иметь свой. А уже ко второму дню, так как в первый день давали ребенку, то будет невозможно быть йоцин. Во второй день взрослому с ним. В таком случае, совет обычно, чтобы лулов, который дает ребенку, не выпускать из рук и не дарить ему ломаш. То есть для хинуха может быть достаточно, даже если ребенок не владеет луловым. И, да, это же только репетиция, так сказать, перед митцами. Поэтому, может быть, достаточно просто с ним вместе держать. В общем, наверное, действительно, проще всего было бы купить отдельный для ребенка. Лулов может быть не самый михудр, не самый красивый, но хотя бы кашеный по законам. В Америке это можно себе позволить. Вторая вещь интересная, которая сюда выходит, что почему-то, наверное, ребенок, который может трясти лулов. Трясение лулов, это как бы ширей митцва, это дополнительная митцва, но основная митцва поднять. Как говорят хазан, как только поднял, он сразу бы был йоцин. Человек может быть йоцин с луловым, как только он его поднял. Почему не говорят, что как только ребенок может поднять лулов, это гораздо раньше, чем когда он может трясти правильно. Трясти это, может быть, я не знаю, в более божьем возрасте, во всяком случае, чем поднять. Поднять можно и двухлетнего научить, поднимать луну с трехлетнего. Почему нужно знать, пока он будет такой большой, что научится трясти? Так выводят отсюда, что на самом деле химик относится только тогда, когда человек может уже митцву полностью выполнить. Что мы не думаем, что с момента, когда он может хотя бы четверть митцву сделать или хоть частично митцву сделать, с этого момента будем его обучать, чем он умеет. Нет, мы так не говорим. С момента, когда он может выполнить заповедь полностью, тогда мы его обучаем. Если он не умеет еще трясти, то мы не начинаем его учить, чтобы он хотя бы пока поднимал без трясения. Посмотрим, если есть магинавран здесь коротенький. Кидино. Что имеется в виду, что он трясти правильно умеет? Что он достаточно большой ребенок, что может поднять лулов и двигать в разных направлениях. Вперед-назад, вверх-вниз. Да, и в разные направления может его двигать, тогда только он уже достаточно взрослый, чтобы его обучать. Гра приводит просто «Ярушау ми ло сох давар линане эле молих у ми вима а лео моритки шуру у ми нане». Да, что не то, что нужно маме, чтобы он умел трясти, как взрослый умеет трясти во всех там шести направлениях, по равном порядке. Достаточно, чтобы он просто умел поднимать, опускать, двигать в разные направления и немножко при этом трясти. И уже этого достаточно. То есть не то, что мы мамаш требуем от него, как от взрослого, но хотя бы, чтобы он, кроме того, что поднял, мог его в разных направлениях сдвинуть. Так, следующая глава. Мы не будем тут все переводить, но идея ее в том, что первые только два дня, соответственно, Историй, соответственно, только первый день, но мы второй день, возможно, Хусла рассчитаем, как сапик первый. По крайней мере, Историй только первый день нужно поднимать лулов. Если бы не токан и драбанан, мы бы в Хусла все равно два дня поднимали, потому что у нас все в первый день, как во второй. Но остальные дни Холомоэда, они все драбананы. В Израиле и в Америке поднимать лулов, это специальное токан после разрушения храма, чтобы в храме они поднимали лулов все семь дней, а мы поднимаем семь дней драбанан после разрушения храма даже вне храма. Это в память о храме установили, что поднимали лулов все семь дней. Он здесь подробно обсуждает в первые дни, как быть йоцей, чтобы другому дарить альминат Леохзир. И уже, так сказать, сейчас мы это переводить не будем, потому что уже все равно эти дни прошли, но я уже говорил не раз, что чтобы быть йоцей, нужно поднять лулов, который свой, поэтому дарят друг другу луловы, если, например, пять человек купили вместе луловы, или вся община, или просто один человек купил себе, но у другого нету, то, чтобы быть йоцей, нужно подарить другому, что каждый дарит следующему. И здесь он приводит на счет того, чтобы не отдавать ребенку, потому что ребенок назад не вернет, не сможет вернуть. А есть мнение, что если ребенок уже на уровне пиутот, это, во всяком случае, уже 9 лет наверняка на этом уровне, достаточно большой ребенок, то он уже может и подарить назад тоже. То есть, по второму мнению, 9-летний ребенок, это не проблема ему дать лулов, чтобы он потом вернул назад. И в основном мы, значит, остальные законы здесь пропускаем. Следующая глава насчет чтения Торы в Суккот. В первые два дня Суккота читают одинаковую паршу в Хусларес. Земля Израиля, вроде они тоже холомоид, но у нас в Хусларес первые два дня они одинаковые в отношении чтения. Это редкая вещь. Обычно в два дня Ёмтова разные парши выбирают, но почему-то здесь не стали выбирать разные парши. Оба читаем из отрывка Эмор, уже читали. В этом году был четверг и пятница. И потом из Махтира тоже из второго ситка всегда одинаково читают, это в любые праздники так. Читают отрывок Корбана этого праздника. И, наконец, Махтир разные в два дня. В один день Махтир Захария, а другой день Махтир, он позже опишет это из книги Малахим. Оба про Суккот упоминают. Окей, следующее написывает наше обычное дело Хошана. Хошана, да, это обычай, который, в общем, имеет источник еще с времен храма, что они вокруг жертвенника ходили и говорили Всевышнему, спаси нас Всевышний. А сегодня существуют специальные точные молитвы в разных общинах, разные, там Сифадзим, Ашкенадзим. Но, в общем, они все сводятся к тому, что мы говорим разные эпитеты по отношению ко Всевышнему, по отношению к нашему народу. Спаси нас Всевышний, спаси нас Хошана, Лиманха, ради себя Всевышний Хошана. Разные виды Хошана. При этом он пишет, да, но Гагимла ла ло цефертора аля бима, да, цефертору ставят на биму. У нас держит, обычно, человек, один из людей держит, цефертору. У ле га ки фа па ма хад бе холь йом. У бешвима ки фи ма тазань память, да, фа шава раба, так называемый, седьмой день, в этом году, в среду, будем семь раз обходить. Зехар ле мигдаш, это память о том, как в храме они делали. У муцим, шива сефертора аля бима, пишет роман, что в седьмой день у них было принято семь сеферторов выносить в Йомшвии. В Йешмику ма шумуцим коль сефертор, чтобы ехал. Есть обычай выносить всех сеферторов, которые есть в этой синагоге. Обычно синагоги меньше, чем семь сеферторов. Во время роман было, наверное, наоборот, у них были большие синагоги, у них мало было таких маленьких штаболок, как у нас. У них были, в основном, главные синагоги города, как в Кракове, у них были очень много сеферивотера. Поэтому второе мнение, что все сеферитеры, это больше обычной семьи. А у нас наоборот, все сеферитеры, это меньше семьи, как правило, мало кто имеет семь сеферитеров в синагоге. Это продолжает Шухонаров, потому что только что прочел Бурама, в середине вставлено в нашем издании, а дальше продолжает Шухонаров, что в память о храме, в котором ходили вокруг жертвенника. И мы обходим с правой стороны, то есть поворачиваем сначала направо, когда доходим до Бимы, и обходим, получается, против часовой стрелки двигаемся. Убешаббат, эльмакефим, эльмаким, сифритор, арабима. Гейд рамашто в субботу, гашану мы говорим, есть специальная гашара для субботы, но при этом га-кафот мы не делаем. Обходить Биму не нужно в субботу. Венуагим, ля-акиф, акмишеэн лулуав. Шухонаш, так же даже человек, у которого нет Лулуава, все равно пусть ходит вокруг Бимы. Армага, дешамлимши, мишаэн лулуав, эльмаким. У нас обычно, наоборот, что те, у кого нет Лулуава, не обходят. Убьем швеи, но тлимарава им уловли акиф. Есть обычай, что в седьмой день брать не только четыре растения, но еще отдельная работа, которую потом бить будем. Да, о землю или обо что-то, вот эти хошанут, так называемые. Кто же называет хошанут? Пять обычно берут веточек аравы, это будет хошарабы, будет отдельно обсуждаться. Так вот, их нам надо считать, что тоже нужно носить вокруг Бимы в седьмой день. Но не все так делают. Если человек умерший, то тогда он, если он скорбящий, то он не обходит. Если умерли родители, он говорит, что все 12 месяцев он не обходит Биму. Был обычай, вообще никаких хошанут в субботу. Но он говорит, что обычай у нас не такой. Сегодня в Сифарде Мешкиназе им говорят хошанут в субботу. Просто это специальные хошанут для субботы. Пишет Гра, Ногайгим, это, кемху биагада, биявил биялко тихилем. Он говорит, что этот Медраж, он ошибку в Радехоре допускает, что они считают, те, кто сказали этот Медраж, он свидетельствует о Медраж Тейрим, что хошанут делали весь еврейский народ вокруг жертвенника. А это говорит, что невозможно, потому что туда заходить даже еврея нельзя, туда только коин мог заходить. Обычно Исрая не мог даже заходить в эту часть святого храма. В каждой части были разрешения заходить одним и не другим. Так вот коины заходили в это место, поэтому понятно, что Хакавхот делали только коины. В этом Медраше, автор этого Медража допустил лихую ошибку, видите, такое тоже бывает. Что говорится, мы делаем в память о... у них жертвенник была, а у нас осталось на этом месте только Сефер Тора, так мы вместо этого вокруг Сефер Торы ходим. Ну, кажется, хочется сказать, что когда был храм, то приносили жертву, и в нашем мире мы читаем жертву, читаем из книги, да? Так же получается, что вся книга, она на месте приношений храмовских свиток Торы. В Матцим Зайн, да, насчет того, чтобы выносить всем Сефер Тора в Хошан Рабу, он приводит источник в Иерушаме, Амринан, Шакафо, Дехр, Илеисхо. Есть еще, говорит, в Иерусаме, Скотамуде такое, что Акафот, они похожи на то, что происходило вокруг Иерихо, что они ходили один раз каждый день, а семь раз ходили в седьмой день, и потом упали стены. Он говорит, что казалось бы, согласно этому, как они трубили по семь раз каждый день, да, так получается, что нужно было бы каждый день так тогда выносить всем Сефер Тора, если в память отрубление это. Так он говорит, что это, так как главный день, последний, когда мы вспоминаем Арава, да, которая была в храме, то есть как бы комбинация памяти о Иерихо и памяти о Ивовых ветках, которые были в храме, и в седьмой день только мы приносим, берем Ивовые ветки в память о Ирава, да, в храме у них каждый день была Арава, тоже. Они ставили вокруг жертвника по одному мнению, есть разные мнения, что точно было в храме. В всяком случае, мы, так сказать, только в седьмой день у нас принято семь Сефер Тора выносить в память о Шафарах, так, видимо, хочется сказать. Последнее, что все Сефер Тора выносят, потому что все тогда трубили в седьмой день, да, все стали трубить, и потом Иерихо стены рухнули, и они зашли. Это насчет чего? Что вокруг, с правой стороны обходить, есть источник в Талмуде, что все, что обходишь, надо справа обходить. То есть, когда ты вокруг чего-то ходишь, когда ты к этому подошел, вот человек заходит со стороны Арона, да, они как бы со стороны Арона возвращаются, да, к Биме, и Бима сейчас находится перед ним. Он сначала поворачивается направо, и потом начинает обходить Биму. Получается, что Бима всегда будет его с его левой стороны, когда он идет, а он сам идет против часовой стрелки вокруг Бимы. Да, он обсуждает, видимо, то, что у нас никогда не попадает Хошара Раба на субботу. Одно из условий нашего календаря сегодня фиксировано, что Хошара Раба никогда не попадает на субботу. А в Дикбиморе есть диспут, если бы попал на субботу, нужно ли бы делать Хошану, да, делали бы мы этот обычай, Минхаги, Навиим, так называемый, про Ветки Ивы, если бы попал Хошан Раба на субботу. В любом случае, если бы попал обычный день на субботу, у нас никогда Хошан Раба не попадает на субботу, то понятно, что мы не отодвигаем. А раз так, то, соответственно, и в память о храме не нужно делать Акафот в наше время. То есть, поэтому в субботу не обходим вокруг Бима. Кошекен, Лиман, Де Омар, Де Лулов, да, еще по мнению, по которому они с Луловым ходили вокруг Бимы, а не с Хошаной, не с Раба, да, что тем более тогда, раз в субботу не брали Лулов, то, значит, и не ходили вокруг. Это не очень понятно, потому что в храме как раз брали Лулов в субботу, то вне храма не брали Лулов в субботу. Ну, просто он хочет сказать, что мы раз не берем, видимо, Лулов в субботу, то, соответственно, и Хошана не мешает обходить вокруг Бима в субботу. Он говорит, что зачем, почему мы не выносим субботу, понятно, почему, раз нету Хакафот, нету Хошанот, нету обхождения Бима в субботу, то не выносим субботу. Но сами Хошанот мы говорим, как уже было сказано, в третьем сифе, да, хотя есть мнение, что Хошана вообще не говорит в субботу, обычае, что Хошана говорим, но не ходим вокруг и все же в сторону не выносим. Кстати, вообще, насчет того, когда говорить этих Хошанот, большинство общин сегодня, даже ашкенадские, делают это сразу после Хавала. Но было еще другое обычае, что делать это после Мусофа, Хошанот. У многих ашкенадзим когда-то был такой обычае. Дальше он пишет, это насчет человека, у которого нету Лулава, пусть он не обходит Биму, говорит Рома. Анги, Моро, Паса, Карамбам, Билулах, да, раз обходили по Рамбаму с Лулавом в храме в самом, да, мы пытаемся имитировать, как делали в храме. В храме они обходили с Лулавом, по некоторым мнению, а по другим с Равот, с Ивами немецкими. Значит, Карамбам оставляет, что они обходили в храме с Лулавом. И так у нас обычно, мы каждый день ходим с Лулавом вокруг Бимы, вокруг Север Торы. Он говорит, что по мнению, по которому они ходили с Равой, они вообще только в седьмой день ходили. Раз мы обходим каждый день, то значит Лулав берем, как мнение, что они с Лулавом обходили. А раз так, то человеку, у которого нету Лулава, нет никакого смысла ему ходить вокруг Бимы с пустыми руками. Если Свара решена, тогда почему же Шухонаров говорит, что нужно ходить вокруг, даже если нету Лулава. Он считает, что все равно они ходили с Равой, с Ивами и ветками каждый день вокруг храмового жертвенника. Шаимманда Марбискифа, это так, что они там отвлекли мнение, что Раву просто ставили вокруг жертвенника. Что с ними не ходили, а Раву просто ставили ветки вокруг жертвенника. Шаимманда Марбискифа, это так, что мы в память о храме не делаем все семь дней с Равой. А Акафа, это так, что все равно ходили вокруг жертвенника, вокруг Бимы. Значит, если дальше у человека нету Лулава, то Лулав здесь ни при чем, потому что они ходили с Равой, а не с Лулавом, по этому мнению. Шаимманда Марбискифа, это так, что он пытается объяснить там все разные мнения. Опять же, уже к времени, когда эти дискуты все были, уже давно же храм был разрушен, никто точно не знал, что там происходило, что они точно делали во время храма. Ходили они вокруг жертвенника с Равой или с Лулавом, или Раву просто ставили и вообще с ним не ходили. Он приводит разные мнения и разные решения, как они, какое мнение они следуют. Что делали с Равой, били ли Раву или тридцали Раву, или с ним все-таки ходили. Убьем швеи на седьмой день. Хулиманда Омербе Рава, да, вот этот обычай, что в седьмой день брать Раву тоже, когда ходишь вокруг, это как раз супротивление, что они с Равой ходили вокруг жертвенника, с Ивовыми ветками. Вяян Бабби Шем Рашаль. Миша и Рада, то, кого Авель, дексив, написано в дектив, что это веселье ходить вокруг жертвенника, а Авелю запрещено веселиться. Шиват Ямим, вяян Тософот, Теку, Вигубиш, Вишат Хакафа. Ешми, это последнее отнение, что вообще не делать Хошану в субботу. Мы не можем делать, если они даже в храме ходили с Равой вокруг каждый день, мы-то каждый день не можем с Равой ходить, потому что у нас вообще нету Равы каждый день, у нас Рава только в последний день, да, Ивовы и Вескин Берон, только в последний день. Все равно, говорит, мы делаем то, что можем, по этому мнению. Так же и Вашану в субботу, то, что можем делать, то, что не можем, не делаем. А в Алиманде Омар Билулов, но по мнению, что они ходили вокруг жертвенника с Луловым, что царих вассотки Моби Мигдаш, потому что хотели как Мигдаши делать, Тут, на самом деле, чтобы понять всего этого грамма, нужно было бы пройти всю эту субботу в Геморре, и все там разные мнения. Я уже сказал, что это очень запутанные субботы, я уже Танайм и Морайм сами не помню, что точно происходило во время храма. Поэтому я в это очень вдаваться не буду, потому что это вещи очень мало важные для нас. Мы знаем, как делаем. В субботу мы все просто читаем Вашана, и как и мнение Раши, да, но не обходим. И что, да, как мнение Раши здесь он приводит, что если нет Лулова, не нужно обходить в обычные дни. Но у нас должно быть мысль этому мнению, что в субботу мы читаем Вашана, но не обходим, а человек, у которого нет Лулова, он не обходит, как мнение Раши. И в основном мы как бы имитируем то, что было в храме, по мнению, что они с Луловым ходили, но в чем-то иногда мы копируем и то мнение, по которому они ходили вокруг с Равой. Так, Маген Аврам здесь, мы не будем всего его переводить. Одно только приведем, то, что Раши, он приводит, что у человека, у которого нет Лулова, он пишет, что Раши написал, бьем заин Ахмишэйну Лулову, якибе Рава, что в седьмой день, если нет Лулова, все равно обходи хотя бы с Равой. Тогда будет по какому-то мнению он правильно делается, по мнению, что они тоже обходили с его ветками. А Элия, Демихазики, Йоха, она говорит, что выглядит, что не гордо, что он делает по-другому, чем все. Конь Макомы, Мейн Гулов, Беир, Якифу, Берага. Если вообще в этом городе нет у них даже одного комплекта растений, тогда пусть сыровой обходит. Ивовые ветки всегда были в Европе, пусть тогда обходят с его ветками. Я не уверен, он имеет в виду каждый день достать ивовые ветки и выходить с ними, или он имеет в виду хотя бы седьмой день ходить. Окей. Во второй день, пишет Шухонарух, ночью Киду сделать в обратном порядке. Я не буду сейчас даваться во все здесь мнения, на чем это основано, но в двух словах Шухонарух написал когда-то, что Шахьяну делается у нас последней брохой в первый день Йомтова. Почему? Потому что Шахьяну покрывает и Йомтов, на любой Йомтов положено Шахьяну, кроме последнего двух дней Песаха, и также покрывает саму Суху, Митсо Суки, так как у нас нет обыча делать Шахьяну, когда построил Суху. Мы делаем Шахьяну, когда сидим в первый раз Суке. Поэтому, когда Кидуш делает Суке, то покрывает Шахьяну две разные вещи. Поэтому сначала делаем броху на Лейшеба Сука, а потом Шахьяну, которая покрывает и то, и другое. А вот во второй день, так как Суку уже мы выполнили броху, Шахьяну, в первый день, достаточно, что мы сделали в первый день Шахьяну, то, казалось бы, во второй день тогда следует Шахьяну делать до Лейшеба Сука, потому что Тадзир, Тадзир Кодом. Шахьяну более часто броху, чем Лейшеба Сука. Лучше сначала делать Шахьяну, а потом уже в конце делать Лейшеба Сука. Потому что Шахьяну уже на Суку не идет, только на Йомту. Это все мнение большинства мудрецов сегодня, и Сефадим, и Эшкенадим. Но Гра согласился с теми мнениями и решением, которые не меняются, которые и в первый день Йомтова, и во второй день Йомтова Шахьяну делали последние. Окей, дальше он написывает во второй день Йомтова просто какую паршу читать, и, конечно, Шахьяну не делается во второй день Йомтова на Лулов. Кстати, не так нечувидно, почему. Ведь на Шофар мы делаем Шахьяну во второй день Йомтова Шахьянадим, но на Лулов не делаем. По мнениям, по которым на Лулов не следует делать. Во второй день только один раз делаем Шахьяну. А на Йомтов сам мы делаем, потому что каждый Йомтов мы делаем оба дня Шахьяну, даже Рошашану, тем более все остальные. Поэтому ночью мы делаем Шахьяну второй раз, а Лулов утром не делаем. И автор упоминает в книге Млахим, где упоминается праздник Сухот во время, когда построен Бухрам во время Шлому. И дальше, следующая глава про чтение Торы в Холомоид, мы ее оставим подробно без Раташем, попробуем ее перевести на следующем уроке. Про чтение Торы в Холомоиде, про субботу Холомоиде, которая уже прошла в этом году, правда, но в любом случае детали молитв и чтения Торы в Холомоиде без Раташем сделаны, это отдельный урок. И наш урок посвящен Солифо Шлема, Аль Сахаби Холин, Шалеса Батсонева и Холишаи.